Согласитесь, в бешеном потоке рабочих будней мы стараемся питаться правильно, но не всегда это получается. И как быть? Свой вызов этой ситуации решил сделать шеф-повар Станислав Каменских. Достаточно долго он изучал продукты, подбирал вкусы, прежде чем предложить публике насладиться блюдами в лаваше. В его рецептах не увидишь привычного изобилия капусты и моркови по-корейски. Зато в каждой порции есть достаточное количество овощей, мяса или рыбы. А в качестве заправки не майонез, а соусы собственного приготовления. В обычную шаурму входит классическую. Это белокочанная капуста. То есть мы ее заменили полностью на салат Айсберг, который дает свежесть, вкус, аромат и все остальное. Используем только свежие овощи. Томаты наши белорусские обязательно. Они сейчас очень сочные, вкусные. Можно заказать и на фрутереале, можно купить на рынке. Так же, как и огурцы. Сейчас колючка пошли наши белорусские. Они хрустящие, вкусные. Свою будущую профессию Станислав выбрал еще в 7 лет. И по сей день она ему нравится. Кроме работы над меню в 7 сезонов, Станислав с удовольствием дает уроки юным кулинарам. Записывает вместе со студией Сахарени видео уроки. Он успел поработать в Санкт-Петербурге, изучить различные виды кухонь за рубежом. Но все-таки создавать что-то интересное Станислав решил в родном городе, чему несказанно рад. Просто честно. Ресторан – ресторан. Кафе – кафе. Мини-кафе. Закусочное. Если ты любишь свою профессию, какая разница, где ее любить. Если к тебе и коллектив, и все относятся положительно, хорошо, тебя слушают, с тобой советуются. Ты где-то что-то слышишь, советы. Почему не заниматься тем, что ты любишь? Сегодня основная деятельность сконцентрирована на разработке полезных блюд. Однако уже скоро мастер приступит к созданию мясной карты. Параллельно идет подготовка к конкурсу в Хорватии, куда мастер отправится покорять кулинарные подмостки уже в октябре. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.